Страдание в служении. Первое послание Петра, глава 4, с 12 по 19 стих. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но, как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Размышления, часть первая. Огонь очищающий. Первое послание Петра. Глава 4. 12 и 13 стихи. Христос недвусмысленно говорит. В этом мире христиане будут страдать. Евангелие от Иоанна. Глава 16. 33 стих. Что же тогда мы удивляемся, если Бог нас уже предупредил? Он допускает страдания в нашей жизни с определенной целью, чтобы наша вера возрастала и укреплялась. Точно так же, как огонь очищает золото от примесей, Бог очищает нас, проводя через различные испытания. Да, страдание не приносит удовольствия. И уж точно его не надо намеренно искать. До этого и не требуется. Когда мы идем за Иисусом, мы все в той или иной мере страдаем. Так что будьте готовы к этому и знайте, что через страдания Бог формирует и укрепляет вас. Применение Какие мысли возникают у вас о Боге и Его путях во времена страданий и испытаний? Как поменялось ваше отношение к страданию после того, как вы его прошли? Размышления, часть 2. Что приносит мне страдания? 1 Петра 4, 14-19 Писание четко говорит, что каждый последователь Христа будет страдать. Но оно также призывает нас исследовать свою жизнь, чтобы понять, не из-за собственной ли глупости или греха мы страдаем. Иногда наши страдания являются результатом гонений на Евангелие, а иногда это обычные последствия наших же грехов. В первом случае, Писание учит нас проходить испытания с радостью и помнить о христовых страданиях. Во втором, каяться в грехах и быть готовыми принять последствия собственных ошибок. Кроме того, в обоих случаях мы должны подчиняться Богу как верному Создателю и продолжать делать добро. Применение Чем отличается страдание вследствие греха от праведного страдания? Что значит подчиняться Богу в страдании? Молитва дня Отец Небесный Помоги мне помнить, что через страдания Ты формируешь и очищаешь меня, чтобы я все более походил на Твоего Сына. Помоги мне, вместо того, чтобы жалеть себя, всегда смотреть на Тебя и подчиняться Твоей воле. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok